Мир Мир Это в переводе совершенство, шлемут, от слова шлемут, совершенство. То есть мир имеется в виду что-то такое целое, цельное, законченное. Конечно, к сожалению, это не наш мир пока еще, но это имеется в виду под словом мир. Мир И вот сейчас в этой последней главе статьи «Мир» Баля Сулам хочет нам рассказать о том, каким образом мы приходим к этому совершенству. Ведь создано все для того, чтобы привести человека к самому наилучшему состоянию, но чтобы он его осознал, чтобы он его понимал, чтобы он его чувствовал, чтобы раскрыл его во всей ее глубине. И поэтому мы проходим очень непростые промежуточные состояния, пока мы начинаем наконец-то понимать, в чем же заключается это совершенство. И начинаем его ощущать таким образом, каким и должно быть. Вы понимаете сами, что если мы возьмем какого-нибудь, допустим, великого музыканта, дадим ему поиграть на скрипке Страдивай, то это для него будет большим удовольствием. А если мы возьмем ту же скрипку, дадим какому-нибудь там, не знаю, мяснику, так для него это вообще непонятно, что с этим делать. В родство не возьмешь и на куски не нарубишь. Так вот, все зависит от того, чтобы привести человека к такому состоянию, когда он будет состоять из всех возможных только частей творения в такой совокупности совершенной между собой, чтобы они соединялись. Когда бы он смог из всей этой мозаики ощутить Творца и в этом именно и достичь своего наслаждения. Так вот, как это делается? Как приводится человек к равновесию, к совершенству? Вот об этом нам здесь и говорит Балисулам. Он говорит так, сам Звоголовок уже говорит об этом. Все находится под залогом. То есть, не волнуйся, есть программа, есть цель, и все это находится в четком выполнении. И ловушка расставлена на всю жизнь. То есть, все находится под залогом, и ловушка расставлена на всю жизнь. Сказано в трактате о вот, это очень древний трактат, он написан где-то около 2700 лет назад. Говорится там так. Все находится под залогом, и ловушка расставлена на всю жизнь. Магазин открыт, лавочка открыта, и хозяин дает в долг. Но книга открыта, и пишет рука. Каждый, кто захочет взять взаймы, пусть придет и возьмет. Но сборщики налогов возвращаются непрерывно, и постоянно взимается плата с человека, а зазнает он это или нет. И есть им на что опираться, на факты. А суд, вершат они, суд истинный, и все подготовлено к трапезе. Вот таким вот мудрым древним изречением непростым рассказывают нам о программе творения. Трактат о вот, а вот в переводе про отцы. То есть это древние мудрецы, которые две с половиной тысячи лет назад, они вот таким образом выразили свое постижение программы творения. Еще раз я прочту. Баля Сулам, для того, чтобы объяснить вот эту всю систему управления замкнутой природой, ведь мы находимся в замкнутой природе. И мы знаем даже из нашего сегодняшнего понимания замкнутых систем, что она должна быть в равновесии со всеми ее частями, взаимно уравновешиваться. Если что-то выходит из равновесия, то обязательно остальные части должны каким-то образом меняться, чтобы компенсировать это неравновесие. Или возвращать вышедший из равновесия элемент опять в работу, в равновесие, вынуждать его к этому. Или если он не может вернуться, то они между собой тогда компенсируют то, что он должен был бы выполнять в этой общей системе. В общем, это целая наука о замкнутых системах. Так вот, говорят они там таким образом, постепенно объясняя это. Творец создал наш мир и людей в нем, чтобы, живя в нашем мире, мы заработали достижение возвышенной цели – слияние с Творцом. Это касается всех абсолютно людей в мире. И следует разобраться нам, кто же заставит человечество выполнить эту работу, чтобы достичь этой возвышенной и величиненной цели. Я лично не желаю этого, у меня нет к этому никакой тяги, никакой необходимости. У меня есть маленькие мои цели в жизни – как-то заработать, как-то просуществовать, чтобы не было тепло, ссыто и так далее. Ну, может быть, еще какие-то немножко повыше. Но достижения Творца, слияние с Творцом – это все очень где-то высоко. Об этом говорит нам фраза «все находится под залогом». То есть все, что Творец предопределил в Творении и дал людям, дано им не в качестве бесхозного имущества, то, что мы видим в этом мире, а дано им только лишь для достижения цели, и гарантом этого достижения цели является сам Творец. Если спросить, какой залог дан ему Творцу, что это выполнится? Ответ – ловушка расставлена на всю жизнь. Творец приготовил для человечества такую защитенную ловушку, что никто не избежит ее и всю жизнь должен будет провести в этой западне, до тех пор, пока не примет на себя работу по исправлению себя и не достигнет величественной цели. Это и есть залог, которым Творец гарантировал себя от обмана со стороны Творения. То есть все остальные, кроме нас, элементы природы в этой замкнутой системе устроены таким образом, что они вынудят нас, этот поганенький, маленький, испорченный элементик, все равно выполнить свою задачу и быть органически включенным во всю природу и достичь с ней, с этой, со всей природой, или что то же самое с Творцом, абсолютного взаимодействия, полной гармонии. И поэтому магазин открыт означает, что несмотря на то, что этот мир в наших глазах выглядит открытым магазином без хозяина, где любой прохожий может взять товар и все, чего душа пожелает, бесплатно и без оглядки, на самом деле лавочник дает в долг. Хотя ты не видишь здесь никакого хозяина, знай, что хозяин есть. И то, что он не требует оплаты, так это потому, что он дает тебе в кредит. Но ты этого не знаешь. Он записывает. Откуда известен долг каждого? Ответ простой. Книга открыта и пишет рука. То есть существует общая книга, куда записывается каждое действие без исключения. Смысл этого в том, что существует вычеканен над Творцом в человечестве закон. Закон развития, который всегда толкает нас вперед. То есть, если бы я брал бы ровно столько, сколько надо, я бы никогда не находился под вынуждающими силами. Под силами, которые толкают меня вперед, вынуждают что-то делать, как-то что-то изменять, я бы чувствовал бы равновесие. Это означает, что каждое хорошее состояние, если что иное, как плод развития предыдущего плохого состояния. Действительно, оценка добра и зла должна даваться не по оценке состояния как такового, а в соответствии с общей целью творения. Когда каждое состояние, приближающее человечество, все человечество к цели считается хорошим у человека, а отдаляющее человечество от цели плохим. То есть, очень трудно, конечно, ввести такой расчет, но, в принципе, замкнутая система, а мы знаем такие системы, мы с ними работаем, мы их создаем в практике, в технике. Конечно, они работают на таком принципе. Барис Улам здесь, хотя он и не техник, ни инженер, и не ученый, но как каббалист он представляет прекрасную работу этой системы, и поэтому пишет об этом конкретно. То есть, каждое состояние оценивается не по тому, как это выгодно и удобно личности, а только по движению всего мира вперед. И именно к правильной, к намеченной заранее цели. На этом принципе базируется закон развития, в соответствии с которым неисправленность и грех, заключенные в текущем состоянии, являются причиной возникновения и процессом построения хорошего состояния. То есть, всегда природа вынуждает меня ощущать какое-то зло, какие-то неисправности, какие-то страдания, давление и так далее, для того, чтобы вынудить меня привести к другому состоянию. Другое состояние, которым я прихожу, оно все-таки ближе к цели творения, лучше. Но я его могу оценивать не как лучшее, потому что я к нему пришел по неволе, а не по своему доброму выбору. И время существования каждого состояния, в котором я нахожусь в таком случае, в пути, это строго определенный период, требуемый для роста зла, заключенного в состоянии, до такого уровня, что общество не сможет больше находиться в нем. Допустим, мы поднялись с рабовладельческого уровня в феодальный. Сколько мы находимся в этом феодальном уровне лет? Не важно, сколько лет. Можно больше, можно меньше. Главное, до какого уровня, когда он закончится. Когда мы не сможем больше его переносить. Когда мы должны будем его каким-то образом уничтожить. Перевернуть, сделать из него другую ступень развития. То есть, каждая ступень, каждая формация, каждое развитие частное в человеке или общее в обществе, оно существует только до тех пор, пока с ним согласны человек или общество. Как только перестают быть с ним согласны, оно меняется. По добру или нет, революции, войной или добрым путем, согласием. То есть, в принципе, или человек, или общество, если они хотят изменить свое состояние, они должны дойти до ручки. До состояния такого, когда они не могут больше в этом состоянии находиться. Тогда общество вынуждено сплотиться, разрушить это состояние и перейти в более хорошее, данное этому поколению. То есть, то, которое ему прорежется, увидится из этого плохого состояния. И каждое состояние плохое порождает из себя, рождает из себя следующее, хорошее. Хорошее относительно его. А затем и оно отбудет какой-то определенный строк, отобьет свое время, осознается обществом, что это состояние тоже плохое, вскроются определенные недостатки, и снова вынуждено будет общество это состояние изменить и перейти к следующему. Время существования нового состояния продлится до тех пор, пока искры зла в нем не разгорятся до такой степени, что станет невозможно выносить его. Тогда люди снова должны будут разрушить это состояние и построить на его месте более удобное. Так одно за другим чередуется и выясняется состояние, ступень за ступенью, пока не наступит состояние, исправленное настолько, что в нем совершенно не будет искры зла. То есть, уже не будет основы для того, чтобы разгорелось это зло, проявилось изнутри, возникло и расширилось до такой степени, что ты не можешь с ним больше мириться и обязан подняться от него к следующему уровню. Когда этого зла внутри больше нет, значит, ты достигаешь самого совершенного состояния. Все. В нем больше нет никакого зла, и ты тогда на нем остаешься. Отсюда получается, что суть всех искор зла, из которых прорастают все хорошие состояния, ничто иное, как неисправленные действия. То есть, все зло, совершаемое грешниками поколения, всеми нами, все мы грешники, накапливается, пока мы не получаем такую его массу, этого зла, которое общество уже не может выдержать. Тогда люди разрушают существующее состояние и создают более желательное. Каждое частное зло становится силой неприятия, возникающей из осознания состояния. То есть, все частные зло скапливаются вместе в одно большое общее зло, и тогда восстает общество и больше с этим не мирится. Таким образом мы двигаемся вперед. Путь, в принципе, естественный. Таким образом мы двигались, начиная с зарождения нашей Вселенной. Так и зарождаются все элементы, так они проходят всю эволюцию, и постоянно каждое новое состояние, оно рождается на осколках прошлого, которое становится невыносимым. Но это путь развития для неживой растительной и животной природы. А для человеческой природы в ее состоянии неживом растительном и животном также мы двигаемся. Вот если мы возьмем ось времени, если мы возьмем ось времени, значит, мы двигались в развитии неживая природа, животное, допустим, неживая природа, здесь растительное, животное. Таким образом мы развивались. И человек, когда начал развиваться, в нем тоже начали развиваться неживая природа, растительное и животное. Вот эти этапы. То есть это уже человек. 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 Неживая, растительная и животное природы. И вот мы дошли до этого уровня. Вот этот уровень наш, вот этот вот, это наш, вот этот, с вами особый 2000, допустим, 10-й год. А что нам дальше с этим делать? А сейчас мы вступаем с вами в особый этап. В особый этап. Это уровень человека в человеке. И этот этап, он уже совершенно другой. Если до этого этапа, до человека в человеке, мы всегда с вами подгонялись, мы всегда с вами подгонялись сзади вынуждающей, вынуждающей силы природы, которая нас заставляла двигаться вперед. Наш эгоизм постоянно давил нас вперед двигаться. то сейчас нет. На этом, на последнем этапе, мы должны двигаться, мы должны двигаться осознанно. Осознанно. А что значит осознанно? Осознанно. Это значит, мы должны узнать цель природы, ее программу, силы нашего развития. и каким образом мы должны двигаться, в каком состоянии мы находимся сегодня, к какому состоянию должны прийти. Мы должны знать все о системе, в которой существуем, для того, чтобы взять на себя управление своим собственным движением к цели. Вот что значит осознанно. То есть, это осознанно включает в себя огромное количество всевозможных знаний, ощущений, исследований, анализа, синтеза и так далее. То есть, сейчас у нас с вами существует проблема. Проблема в том, что мы должны понять окружающий мир, себя в нем, и каким образом нам с ним взаимодействовать. Это то, что говорится в Кабале, и говорится о нашем времени. То есть, это значит, что мир не открыт и беспризорный магазин без хозяина, а есть в нем хозяин-лавочник, который требует с каждого берущего, что заплатил ему цену, соответствующую товару, который берет из магазина. Это означает, что человек должен стараться выполнить работу творца в течение того времени, пока пользуется этим магазином так, чтобы гарантировать достижение целей творения, как того пожелает творец. То есть, мы должны с вами сейчас осознать всю цель, всю программу, всю формулу, по которой мы должны двигаться дальше и ее выполнять самостоятельно, взять на себя программу нашего развития. Такой человек считается желающим взять взаймы еще до того, как он протянет руку взять что-либо в этом мире, в магазине. Ведь он берет взаймы с тем, чтобы заплатить установленную цену. И это означает, что он принимает на себе обязательства тем, что он берет использовать это для достижения цели в течение времени, пока пользуется магазином, и гарантирует оплатить долг настойчивостью в достижении желаемой цели. То есть, ничего мы не можем брать в наше время, в настоящее время, в этом последнем нашем состоянии, неосознанно и жить как угодно. Нам сейчас раскрывается система, абсолютно замкнутая, герметическая система, в которой мы работаем вместе с природой, вместе с Творцом, между собой, абсолютно связанные в одно и то, в одно целое. И поэтому все, чтобы мы не брали, как и положено по закону замкнутой системы, мы обязаны использовать только для того, чтобы эту систему оставить в состоянии равновесия. Если я что-то беру, я нарушаю равновесие, значит, я должен это каким-то образом компенсировать. Вот таким образом это работает. поэтому называется такой человек желающим взять взаимы, так как порабощает себя обещанием погасить долг и расплатиться. В соответствии с сказанным, говорит нам База Сулам, есть два типа людей. Первый тип – люди, считающие, что магазин открыт и относящиеся к этому миру неосознанно, как к открытому магазину без хозяина. О них сказано «книга открыта и пишет рука». То есть, несмотря на то, что они не видят никакого учета, все их дела, как сказано выше, записаны в книгу. Так действует закон развития в творении, который обязан для выполнения всем человечеством. Когда действия грешников сами порождают хорошее действие, потому что никуда им не деться, их будет вынуждать к этому все равно природа. И второй тип людей называется желающими взять взаймы. Это те, кто осознанно считаются с хозяином и когда берут что-либо в магазине, то берут взаймы, записывают, знают, что они записали и что они обязаны вернуть, обещая хозяину заплатить установленную цену, удостоившись тем самым целетворения. И это о них сказано. Каждый, кто хочет взять взаймы, пусть придет и возьмет. То есть, в любом случае ты можешь брать, но ты обязан рассчитаться или по неволе, или по доброй воле. Возникает вопрос, пишет Барль Сулам об этом. В чем разница между людьми первого типа, которые неизбежны, которые неизбежны с достижения конечной цели, постигают через закон развития, то есть, которых бьют, бьют, бьют все время сзади палкой, к счастью гонят, и так мы по нашей жизни проходим. И людьми второго типа, которые соприкасаются с конечной целью через собственное закрепощение в работе Творца, то есть, принимают на себя этот путь развития. Разве люди этих двух типов не равны в достижении цели? То есть, они и ту же одну и ту же цель достигают. А разве на них действуют разные законы, разные силы? Об этом пишется так. Но сборщики закон налогов возвращаются каждый день и взимается плата с человека, осознает он это или нет. То есть, истина в том, что и те, и другие каждый день оплачивают свои долги в соответственном мере долга. При этом действуют особенные силы, появляющиеся во время этой работы, названные преданными сборщиками налогов. Каждый день взимающими долг в точном размере. до полного его погашения. Именно прочные незыблемые силы, отпечатанные в законе развития, считаются преданными сборщиками налогов. Ежедневный в постоянном размере взимающий долг. Пока он не будет уплачен полностью. В этом смысл сказанного и сборщики налогов постоянно возвращаются каждый день, требуя плату с человека. Однако между состояниями осознанно и неосознанно продвигается ли человек к цели, есть огромное различие. В одном из них долги взимаются сборщиками налогов по закону развития. Люди этого типа возвращают свои долги неосознанно. Бушующие волны, поднятые ураганом закона развития, настигают их, толкают сзади и заставляют шагать вперед. Оплата долга взимается насильно, через непомерные страдания от проявления сил зла, давящих сзади. Вместе с тем, у людей второго типа оплатой долга является достижение цели осознанно и по собственному желанию, что в результате драгоценной работы, то есть ощущаемой ими как драгоценная, являющейся средством ускорения развития, чувства сознания зла. Это приводит их к цели развития легко и быстро. Выполняя эту работу, они выигрывают дважды. Выигрыш первый в том, что силы, которые проявляются при выполнении работы, не толкают их сзади страданиями, а притягивают как магнит вперед, увлекая. Так что люди тянутся к ним по собственному желанию, движимые чувством любви, нет надобности упоминать, что при этом пропадают все страдания и горечи, присущие первому типу. Потому что все наши страдания, проблемы, болезни, войны, террор, все, что только угодно мы можем сказать, все кроме счастья. Это только для того, чтобы гнать нас палкой к счастью. И второй выигрыш у тех, кто движется осознанно в том, что ускоряется приближение желаемой цели. То есть они выигрывают в самом пути, насколько он ощущается ими добрым, легким, приятным, прогулка. И второй выигрыш ускорения цели. Ведь это праведники и пророки, которые достаиваются и достигают цели в каждом поколении, достигают ее быстро и в той жизни, в которой находятся сейчас. Огромное различие между ними, кто платит осознанно и теми, кто делает это неосознанно, заключается в преимуществе света, наслаждения и удовольствия перед тьмой страданий и болезненных ударов. И сказано поэтому, и есть им на что надеяться, а суд суд истины. То есть тем, кто платит осознанно и по собственному желанию, есть на что надеяться. В работе этой Творца заключается великая сила, способная привести их к возвышенной цели, свет, которых притягивает. Им стоит взвалить на себя бремя его работы. А о тех, кто платит долги неосознанно сказано, и суд суд истинный. То есть не могут они предъявить никаких претензий к тому, что они незаслуженно испытывают страдания. На первый взгляд кажется странным управление Творца, которое допускает все эти несправедливости и страдания, которые проявляются в мире, в которых человечество безжалостно поджаривается. Об этом говорится, что этот суд суд истины, потому что все исправлено и готово к трапезе в соответствии с конечной справедливой целью. Высшее наслаждение раскроется в будущем вместе с достижением творения, творениями конечной цели Творца. Любой труд, любое усилие и страдания, происходящие в каждом поколении, напоминают нам образ хозяина дома, который прилагает огромные усилия, чтобы приготовить роскошную трапезу до предложенных гостей. Ожидаемая цель, которая в конце концов должна быть достигнута, напоминает трапезу, которую с огромным наслаждением вкушают гости. Тогда раскроется вся истина в словах пророка и будет волк жить рядом с Агнцем, а тигр будет лежать с козленком, потому что наполнится земля знанием о Творце, как вода наполняет море. Это значит, что мир во всем мире ставится в зависимость от наполнения мира знанием о Творце. Как мы говорили выше, жесткое эгоистическое противостояние между человеком и его ближайшими обостряют отношения между народами. Все это не пройдет само по себе, пишет Баля Сулам, и не помогут человечеству никакие советы и уловки. Будет то, что должно быть, ведь видно, как несчастный больной имеется ввиду человечество корчится от нестерпимой боли, причиняемой ему со всех сторон природой и им самим. Человечество уже бросалось крайне правым, как в Германии, так и крайне левым, как в России, но не только не облегчило своего положения, а еще более ухудшило болезнь и боль. И нет человеку другого совета, кроме как взвалить на себя бремя Творца, узнать его, то есть исправить свои действия на отдачу Творцу, на достижение его цели, то есть природу узнать и к природе идти, как было задумано им перед созданием творения. Когда люди сделают это, то есть раскроют цель и желание к ней идти, каждому, что в результате работе на Творца исчезнет у человечества даже мысль о зависти и ненависти друг к другу, так как человечество объединится в единое целое с одним сердцем, наполнится знанием Творца, ведь мир в мире и познание Творца это одно единое целое. Вот, в принципе, чем заканчивается эта статья «Мир в мире», где объясняется та проблема, с которой мы сегодня уже воочию сталкиваемся. то есть мы желаем конечно ничего не делать, но мы находимся внутри природы и она нас вынуждает достичь цели или осознанно или неосознанно. Неосознанно к природе мы двигались все вот эти вот годы. Весь период вот этот вот мы двигались неосознанно. и не надо было нам двигаться осознанно, потому что мы находились в этом периоде развития неживая природа, растительная, животная, а затем человек в своем развитии первобытном, неживом, растительном и животном. И вот сейчас мы кончаем этот последний животный уровень нашего развития. то есть в человеке уровень человек в нем неживой и растительный животный, а сейчас мы достигаем уровня человек в человеке. То есть это не просто человек, сегодня уже и рождается новое поколение особенно и даже мы с вами начинаем пробуждаться выше этого мира. Мы начинаем пытаться понять что существует вне его. Нас интересует нечто большее, чем наша жизнь. И это уже пробуждение человека в человеке. И соответственно это делается всемирным законом природы и она нас к этому вынуждает, чтобы мы осознали себя, наш путь, нашу цель и осознанно к ней двигались. И естественно удары, которые мы будем испытывать сейчас, если мы будем двигаться неосознанно, то есть бездумно будем продолжать жить, они будут намного более изощренными, потому что они не направлены на человека в нас, для того, чтобы вынудить нас осознать нашу цель, наше предназначение. Так что мы видим это и сегодня на всех наших просто начинаниях в нашем мире. Мы пытаемся продолжать существовать в этом мире в той же парадигме, в тех же отношениях между собой, к миру, государству, к обществу, и мы видим, что это все уже не работает. Никакие системы, которые мы создали внутри человечества и наши отношения с природой, они больше не работают. Мы потому, что вышли за пределы неосознанного развития. Мы сейчас должны все, что мы делаем, сначала осознать и начинать брать от природы осознанно, только лишь ради конечной цели, а иначе с нас будут взимать надсмотрщики в этой лавке нашей, в которой мы все находимся, очень-очень жестоко. И мы это уже видим по изменению климата, по проблемам, которые возникают, по всему тому, что творится в мире, как все рушится, и мы ничего не можем с этим поделать, и не сможем, потому что решение проблемы, оно находится только в ее конечной цели. Если мы эту конечную цель принимаем, тогда каждое наше движение к ней будет ощущаться как благо. Вот это, в принципе, и есть смысл этой статьи, мир. И давайте мы начнем потихонечку с вами каждый день, каждый час проверять это на себе, насколько Балюс Улам прав. Вы видите, что делается вокруг, попытайтесь это все свести в систему, и вы очень быстро и скоро обнаружите, что это действительно замкнутая система, которая вынуждает нас к осознанному существованию. Ну, Саша, есть что-то там, я видел, ты все время отбираешь, пишешь, что-то там непрерывно поступает большое количество вопросов. Они даже меня не слышат, они, наверное, все время только пишут. Ну, вот, по-моему, вы как раз успеваете на них сразу же отвечать, даже без того, что я зачитал. Вот несколько человек спрашивает о том, как раз вы сейчас об этом упомянули, что природа как будто сходит с ума, и столько сейчас событий пожара, и наводнений, и бурей, и все-все происходит. Как это связано с нашим развитием, и влияет ли этот неживой уровень на тот уровень говорящий, который мы должны развить в себе из этих вопросов? Вот здесь тоже возникает очень интересная ошибка человечества. Мы считаем, что мы настолько изнасиловали природу, повыкачивали из нее всего, что она начинает беситься, и поэтому к нам так плохо относятся. Это с одной стороны. Выпускают метаны, углероды сжигают и так далее. В общем, вся эта проблема с озоном. Другие говорят, что нет, проблема не в этом, мы и так и должны, несмотря на то, что мы так делаем или не делаем, все равно у природы существует какая-то циклическая зависимость от времени, солнца, обращения, и все, там солнце, у него есть какие-то периоды, когда оно светит по-разному и так далее. То есть, ну, в общем, связывают это уже не с нами, не с нарушением какого-то экологического равновесия, а с какой-то цикличностью в природе, солнца и земли. И та, и другая теория, конечно, они являются теориями, а Каббала говорит о том, что ничего это не верно, и ни то, ни другое нам не поможет. Все зависит только лишь от человека. То есть, все изменения в природе к худшему для нас, к худшему для нас, это только для того, чтобы вынудить нас задуматься о том, для чего мы существуем и какова в природе программа. Обратить наше внимание на природу. Природа или творец это одно и то же. Увидеть, что мы находимся под каким-то законом, под каким-то воздействием, что мы должны что-то этому хозяину лавки. И поэтому сжигай, не сжигай, это этот наш весь углеводород. Или смотри там, что делается с солнцем там, с его активностью периодической. Или должно наступить это оледенение снова или нет. Это не имеет значения. Ничего этого не должно быть само по себе. Все это только ради человека. Если мы сегодня начнем менять свое отношение между собой и к Творцу для того, чтобы достигнуть равновесия с ним, мы можем продолжать спокойно сжигать все, что нам надо. Ничего не будет, природа будет в равновесии. Равновесие в ней нарушается не из-за того, что мы выбрасываем мусор. Этот мусор самоуничтожится. Равновесие нарушается только нашими мыслями, только на уровне человек, который в нас. Человек в человеке. то, что мы там с вами нарисовали на диаграмме. Так что нам надо попытаться все-таки объяснить людям, что не эти голосующие за экологию, не те, которые считают, что вся проблема там какой-то цикличности, не в этом совершенно дело. Дело только в том, что мы должны осознать свою миссию в природе. Привести себя и всю природу в том числе, поскольку мы ее высшая часть, к равновесию между собой. В этом заключается смысл всего существования. Дальше. Вопрос из Вашингтона. Как мы можем привести себя к состоянию, когда мы захотим платить по своим долгам, если наша природа сопротивляется этому всячески, то есть природа человека? Если наше страдание будет больше, чем наш эгоизм, то мы захотим платить. А как же? Возьми любого человека, начни бить. Знаешь, бьешь, 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 не хочет, не хочет, потом начинает уже простить, потом начинает плакать, а потом согласен. Все зависит от того, сколько ударов и какие удары. Мы ведь с вами состоим из желания насладиться, то есть очень чувствительны к страданиям. Поэтому немножко нажать на человека, и он все сделает, как природа захочет. Мы с вами не герои абсолютно никакие. Мы с вами очень маленькие существа, очень нежные существа. На нас надавить просто ничего не стоит. Ну, представьте себе, сейчас на 30-40 градусов, что такое в природе 30-40 градусов, упадет температура, и все, и нас уже нет. Или, наоборот, поднимется на 30-40 градусов, или что-то произойдет с давлением, или с влажностью атмосферы, с чем угодно. Кто мы такие с вами? природа. Мы привыкли существовать в каком-то более-менее равновесном состоянии, потому что природа нас внутри него развивала. Природа сохраняла какой-то баланс свой, а внутри него развивала нас. А сейчас доразвивала нас до конечного состояния, и сейчас мы должны уравновесить то, что брали от природы. Верните долги. Взяли мы от нее много, а как вернуть? Вот сейчас нам надо узнать ее закон и ему соответствовать. Вот как раз есть несколько вопросов о том, а что значит соответствовать, и что значит вернуть долги, то есть что собственно надо делать человеку? Это очень просто. Вся природа находится в гомеостазе, вы знаете такое? Это принцип равновесия. когда все элементы природы абсолютно связаны между собой жестко по структуре железной. И все они занимаются только одним, поддерживают друг друга и всю систему в целом в состоянии абсолютного равновесия. Если где-то что-то выходит из равновесия, сразу же остальная система компенсирует этот выход и так далее. И таким образом она существует. Она и развивается, она переливается, как волны тут и там. Но это все во взаимной компенсации. Так вот, когда это все происходит под воздействием общего закона природы, то это так и происходит. И природа движется все время к какой-то своей определенной цели. Вся вместе эта конструкция по своей гармонии, по своему внутреннему закону, по его формуле. А когда возникает в этой системе параметр, который выходит из себя, из этого равновесия, человек, тогда возникает проблема. Как его привести к этому состоянию? А человек возникает не просто как неравновесие, которое вызывает следующее правильное движение. Его неравновесие возникает, потому что он начинает эту систему потреблять, как раковая опухоль. И тогда природа начинает его оккупировать внутри себя, замыкать в капсулу, знаете, как организм делает с любым инородным телом. Он желает его оккупировать для того, чтобы затем его постепенно или уничтожить, или просто закрыть его так, чтобы его сохранять просто в таком неживом виде, и все. Главное, чтобы не нарушал всеобщую другую работу. Вот сегодня мы с вами являемся свидетелями такого отношения природы к нам. То есть, в общем, мы идем к тому, что природа нас оккупирует. Она нас замкнет в себя в таком маленьком кольце, так, что у нас не останется с вами просто возможности выжить. у того маленького количества людей, которое все-таки выживет, оно выживет за счет того, что поймет осознанный характер этого развития и будет ему соответствовать. Так написано в каббалистических книгах. Это не ужастики, не пугало будущего конца, а это закон природы. И об этом пишут, кстати говоря, и ученые сегодня уже. Понимаете, с чем это сравнивают? Они сравнивают с тем, что, допустим, сейчас будет еще одна такая зима, а потом еще одно такое лето, и нечего будет кушать. Уже половина населения Земли умрет, как у животных случается. Мало пищи, умирают, поголовье падает, много пищи снова размножаются. Так и у нас. Зачем они животные? Если мы так будем полностью зависеть от природы, когда с нами начнет вести себя так же, как с животными, то так оно и получится. И так далее. То есть природа вынудит нас в итоге, конечно, она поборет нас и вынудит нас понять, в чем причина наших страданий. Мы захотим ее узнать. И придем к разгадке того, что пишется в этой статье. Да. А вот есть вопросы такие, насколько мы отстаем выровни сознания из-за страны. То есть где-то мы совсем близко к тому, чтобы понять, что происходит или потребуется еще какое-то дополнительное. То есть что может быть даже человек в этом Время не имеет значение. Если только мы вот сегодня, вот сейчас начнем уже пытаться пытаться понять, осознать, почувствовать, каким-то образом двинуться чуть-чуть вперед к цели, задаваясь этим вопросом, уже природа начнет меняться. Сразу же. Потому что мы уже находимся в процессе решения. Даже если мы еще не пришли к нему, еще в действии не начали решать. Мы еще не осознали ничего, но мы желаем осознать. Мы уже считаемся развивающимися в нужном направлении, как маленький ребенок. поэтому не важно насколько мы отстаем. Мы отстаем на самом деле довольно прилично. Мы отстаем уже на несколько сот лет. Примерно с 16 века со времени появления Арии мы уже начали отставать. С того времени практически начался этап этого осознанного развития человечества. Я тут написал 2010 год в чертеже. Но на самом деле этап осознанного развития человечества начался с появления Арии. Это великий каббалист 16 века. Но и этот период осознанного развития он тоже состоит в этот последний период развития осознанного развития он тоже состоит из неживого растительного животного и человеческого уровней. Так вот сегодня мы с вами подошли действительно к человеческому уровню осознанного человеческого развития всей природы. То есть дошли до самого последнего предела и поэтому мы чувствуем сегодня вот такие вот угрожающие вызовы природы со всех сторон. Да? А вот еще есть вопросы такие насколько важно чувствительность человека в его ощущениях или это процесс такое как бы осмысливание разумом? То есть разум и чувство насколько влияет на то чтобы почувствовать вот этот закон природы и начать изменяться? Здесь и разум и чувство есть. Природа бьет нас потом дает время переждать посылает нам какие-то проблески разума какие-то связи одного с другим чтобы мы чуть-чуть продвинулись вперед потом снова удар и так попеременно движется то правой ногой то левой ногой так переступая чувствами и разумом разумом и чувствами но в общем конечно состояние состояние особенное если вы присмотритесь вы увидите насколько это действует избирательно а люди старательно закрывают глаза затыкают уши и закрывают рот и никто не хочет об этом ни говорить ни знать и к чему это конечно ведет мы сегодня уже начинаем серьезно чувствовать причем дело в том что как пишет Бали Сулам в итоге природа конечно победит нас но он говорит если бы люди видели какой меч занесен над ними потому что сейчас мы испытываем только такие неудобства можно сказать со стороны природы это неудобства но немножко холодно немножко жарко немножко там чего-то еще это все конечно угрожающе но ничего страшного ну подумаешь там несколько тысяч человек там погибает сгорает там десятки тысяч домов или затопляются там несколько там городов деревень это еще ведь не не трагедия вселенского масштаба это верно но мы не знаем что в следующий момент может случиться а в природе вы понимаете это как цунами идет и все остановить нельзя поэтому конечно желательно нам заранее распространить науку каббала и дать людям возможность все-таки на всякий случай авось поймут а если нет то следующий удар сделает их более чувствительными и они начнут понимать о чем говорит каббала ну есть еще время на вопрос несмотря на то что кажется уже почти это очевидно все-таки есть такие вопросы а не опасно ли вот такое раскрытие законов и вообще представление каббалы для большого количества людей может быть это наоборот как-то отрицательно повлияет Михаил из Москвы спрашивает я приветствую там Москва Санкт-Петербург Нюрнберг полно полно богота очень много очень много людей я к сожалению отсюда не вижу на экране названий но я вместе с вами не опасно ничего сегодня не опасно каббалисты говорят о том что мы должны объяснять всем прямым открытым текстом совершенно все абсолютно никаких запретов нет все снято поскольку мы дошли до такого уровня когда надо именно осознанно развиваться а до нашего времени когда мы должны были развиваться неосознанно развивать себя технологию и все прочее только была была скрыта не нужна была теория исправления для чего если нет практики зачем теорию гнать и поэтому каббалисты все скрывали ну вот еще может быть несколько таких вопросов если объединить то за что за что можно наказывать вообще людей если у них нету природы этих органов ощущений и они не могут связать происходящее вообще в мире может быть это каббалисты могут видеть как бы взаимосвязь всех явлений а обычный человек он не может это вложить себе в голове а у природы другая логика чем у вас это у вас иногда спрашивают или вы спрашиваете за что что сделал за что мне так а у природы нет такого а природа у природы все так она всех развивает страдательным образом для нее это считается нормальным потому что она обязана привести все свои части к абсолютному совершенству а это предполагает развитие от несовершенства к совершенству когда в каждый отрезок каждый этап он оставляет свое впечатление и тогда только именно окончательное совершенство воспринимается таким как оно должно восприняться и поэтому природы нет никаких ни сомнений ни сожалений ни сочувствий она просто бьет и ведет вперед а потом скажете спасибо так давайте мы с вами осознаем все и будем говорить спасибо сейчас потому как будем продвигаться начиная с этого момента и далее вместе делая между собой создавая между собой такую единую замкнутую систему которая будет подобна природе и мы тогда внутри этой системы ощутим творца будьте здоровы откричь